привет народ с вами варчик в этом видео я вам покажу все возможные топ кусты практически всех карт начинаем со стандартного куста для засвета подъезжаем становимся ну и в принципе все и ждем когда в нас кинут блайндом потому что этот куст знает практически каждый второй куст на заполярье на верхнем правом респе предназначен для того чтобы выполнять лбз засветить танки врагов не засветившись самому поскольку там куча тяжей проезжают на фланг и вы их бесплатно подсвечиваете последний куст для право верхнего респа на заполярье предназначен скорее для низких уровней поскольку на высоких очень большой обзор и вероятно засветиться очень большая на нижней базе заполярье если тяжелые танки проиграли фланг и замечательный куст чтобы подсвечивать тяжей тем самым отсюда можно очень много насветить если продавили у все той же нижней базы левый фланг то можно здесь на красной линии подсвечивать от башни либо же из куста на руинберге во время встречного боя очень хорошо просвечивать с центра перекатку ворот стандартном же бою лучше просвечивать с центра через куст если много ст и лт подъехали на центр то лучше сразу просвечивать нулевую линию из этого куста тем самым на подъезде все враги поумирают и у вас уже будет начале очень большое преимущество карта аэродром не очень богата классными кустами но все же один сюда воткнули здесь возле камня можно подсвечивать тяжей для пт и арты также можно прятаться за камнем карелия режим штурм сторона которая находится в защите и здесь есть такой рискованный довольно таки маневр подъехать на холмик завали дерево стать на это дерево и сделать шикарный начальный подсвет но если кто-то вылезет рядом подсветить от башни вы сразу засветитесь и также если танки которые будут рашить завернут направо они тоже могут вас засветить если у них хороший обзор поэтому если вы находитесь в топе в качестве начального подсвета это довольно таки хорошо снова карелия в дефе если фланг некому светить а стрелять есть кому то я занимаю часто такой вот куст который позволяет светить вплоть до самой ямы пока туда не заедут враги и очень много получается оттуда насветить главное чтобы было кому стрелять следующий довольно таки простой но эффективный куст на карелии но уже в атаке подсвечивает перекатку тяжей которые не очень аккуратно едут и если вас засветили центра вы можете спокойно откатиться назад и спрятаться забором на карте лайвокс на нижнем респе можно отсюда посвятить центр там на холмике любят стоять всякие пт дроты и их отсюда легко светить главное стать полевее чтобы просвечивать весь холмик на низких ловалах и этот куст использовал и с одной стороны есть такой куст и с другой стороны тоже есть но все-таки на высоких ловалах я люблю посвятить больше активно и после засвета города и перекатки в город я еду на железку и решаю катку потому что городе особо делать нечего на другом респе лайвокса тоже есть практически симметричный куст но просвечивает он подъезд к городу практически чуть ли не от самого респа и с этой стороны использование такого куста выглядит более симпатично карта ласвель карта на которой в ущелье любят ехать всякие топовые лт воды светят то что и так без них светится сама умирают на первой минуте там от тяжи или от арты я же еду на центр с одной или с другой стороны подсвечу перекатку либо же еду на домик с нижнего респа и подсвечиваю балкончик на респе вражеском и линия зигфрида либо стандартный бой либо встречный нижний респ едем на зелень валим дерево залазим в эту кучу кустов деревьев становимся там идем просто там за чайком за каким-нибудь печенюшками приходим назад и подсчитываем сколько мы насветили как вы видите засвечивается здесь чуть ли не стара на танчик поэтому ну куст есть вкус но никто блайнды не отменял будьте внимательны карта линия зигфрида с верхнего респа имеет практически симметричный такой же куст опять валим дерево залазим туда поглубже передние катки должны доставать и быть на уровне второго дерева и только после этого вы не будете светиться чуть ли не в упор и вас будут светить ну разве что сторона только залазим в эти кусты и наслаждаемся на светом тоже стандартный бой либо встречный малиновка мечта любого лт вода если мы находимся в топе то сверху респа можно поглубже заехать на центр стать вкус и смело отправляться гулять возвращаться и радоваться выполненным лбз также если мы находимся не в топе то лучше так сильно не рисковать и занять куст который находится немного позади также еще сзади находится еще один куст возле которого находится деревянный заборчик ломаем его подъезжаем и смотрим как вражеский лт вот пытается заехать на центр и смеемся когда он лопается чуть ли не на первой минуте очень часто вражеская команда проигрывает свою базу и едет вся на гору и начиная там шкериться где-то на красной линии а мы же глаза команды не оставляем свою команду без засвета и едем впереди неё занимая то кусты в центре то кусты возле коровников таким образом мы будем своей команде подсвечивать и она будет видеть куда едет но если вода не выиграна то сюда ехать не стоит поскольку вы сразу лопнете у нижней базы и малиновки проблема совершенно в другом она всегда проигрывает базу едет на гору занимает там какие-то красные линии останавливаться на полпути ничего не занимая на базе а если и занимают на базе пару танков то они быстро умирают и все команда не знает что делать назад ехать она не может ничего не видит стрелять не по кому на базе база берется все проигрывается они начинают ехать просто так уже на базу хоть что-то сделать не доезжают светятся умирают и мы занимая этот куст становимся спасителем своей команды подсвечиваем базу и союзники бесплатно расстреливают всех кто приехал к нам на базу вкус светится довольно таки тяжело но всякие там глазастые проезжая мимо там могут нас увидеть но все равно подъехать нужно очень близко про хравка с верхнего респа я думаю здесь даже топл ты вот сами знаете кто знает куда ехать хотя есть сомнения занимаем либо первый куст он менее опасен но и менее эффективен либо второй куст он уже самый ходовой в принципе эффективность него очень высокая но есть шанс что вас законтрят и вражеская лтшка с куста подсветит вас на подъезде ну и также есть еще следующий куст который самый агрессивный самый бешеный но и если вы его займете он самый эффективный но стоит понимать что если по вашему засвету никто не стреляет вы там будете стоять ровно до того момента пока кто-то не поедет вперед с нижнего респа лтшки вражеские контрятся очень просто когда они подъезжают они очень легко светятся с этого куста поэтому подъезжаем сюда становимся и ждем если вражеские лтшки заезжают засвечиваются они скорее всего умрут от ваших союзников вам стрелять не нужно если вражеские лтшки по умирают этот бой будет чисто ваш но будьте внимательны когда вы сюда въезжаете не засветили ли вас центра следующий курс все также для нижнего респа дает возможность подсвечивать гору также есть кусты на горе который позволяет подсвечивать танки которые вылезли наверх и стрелять бесплатно вниз на центр если на прохоровке вы играете за верхнюю базу союзники проиграли гору враги уже подбираются к железке а союзники заняли аллею и сзади стоят в кустах то вы можете отсюда спокойно подсвечивать железку и по вашему засвету накидает много урона моя любимая карта париж нет имеет два симметричных куста которые закрывают вас по кругу и засветитесь вы в них только если к вам подъедут очень близко скорее всего это будет какой-нибудь упорант по центру карта рэджер нижний респ имеет справа фланга преимущество по сравнению с вражеским респом если засветить тяжиков на перекатке поскольку они по умирают от стрельбы с центра но чтобы все это реализовать нужно стать в этот куст возле камня и подсвечивать перекатку с верхней базы на рэджеры легко светить центр занимаем этот куст и просто ждем упориться на нас лтшка по центру или нет если что сразу разворачиваемся лицом к своей базе и едем в домике если засветились также с другого фланга есть куст который тоже подсвечивает центр но здесь нужно быть внимательным чтобы он на вас никто не упоролся отсюда также можно еще стрелять и прятаться за холмиком на карте рудники с верхней базы можно поехать по островам по воде и возле камня есть куст который подсвечивает врагов которые едут тоже на этот фланг причем довольно таки здесь безопасно и легко ехать назад с нижней базы можно занять куст возле воды который просветит всех кто едет на острова с верхней базы рыбацкая бухта нижняя база в центре есть такой вот кустик который поможет подсвечивать перекатку налево верхней базы и не центр но нужно помнить что чем выше уровень тем вас легче засветить потому что обзор будет у всех больше и метров за 200 вас могут уже засветить на десятках у нижней базы на карте рыбацкая бухта очень частая проблема что левый фланг проигран потому что верхняя база имеет преимущество за счет дисбаланса мы занимаем куст который будет подсвечивать этот фланг союзники с радостью сзади займут позиции и будут накидывать поскольку они всегда стоят в центре да и там где арта в начале города стоит тоже кто-то трется если никто на вас не упорится прям посередине вы много нас светите причем безопасно поскольку светится вы будете очень с близко даже если враги вас объедут вокруг они все равно вас не увидят пока не подъедут близко все тоже рыбацкая бухта если город союзники проиграли становимся возле камня в кусты на базе и подсвечиваем здесь выезд из города поскольку там очень часто кто то есть если у вас на центре в ямке кто-то стоит или на базе пт-шки спят в кустах вы здесь много нас светите но если кто-то упорится в камне вы засветитесь и тогда все светляк из вас кончился карта степи имеет посередине такую дорожку у которой по бокам стоят камни с кустами и с обеих баз они легко занимаются эти камни потому что там есть кусты становимся в них и легко светим центр при малейшей опасности откатываемся назад и все мы в безопасности также если базу подавливают покажу два куста с которых легко все подсвечивается также легко оттуда все сейвится убегается карта тихий берег нижняя база правый куст возле воды который светит всю середину и также есть слева от воды кустик возле домика который светит перекат кутежей на правый фланг верхняя база на тихом берегу имеет тоже два куста возле воды первый кустик довольно таки простой а а второй спрятанные в домиках и его редко кто занимает оба они подсвечивают и тяжиков и весь центр кто там где неправильно катается также у верхней базы тихого берега есть еще кустик на центре карты возле железной дороги который подсвечивает всех кустодротов который кемперят на на холме где рубятся все нагибаторы от башни highway нижняя левая база посреди поля есть кустик который можно занять и подсвечивать середину карты даже немного цеплять холме где стоят обычно птшки нужно довольно таки близко подъехать чтобы засветить вас там ну или упороться по воде что очень проблематично также для левой нижней базы есть куст довольно таки простой но эффективный он подсвечивает очень хорошо танки которые заезжают в город не по красной линии очень хорошо видны и хорошо простреливаются ну и куст для верхней базы этой карты занимается очень легко и подсвечивает все поле и бугры которые находятся возле базы чтобы вас засветить нужно просто въехать в вас поэтому если есть кому прикрывать это будет результативный куст карта эль халу верхняя правая база очень простой куст но эффективно не знаю почему его очень не часто используют игроки даже если бой уже явно проигрывается то вы сможете еще набить какой-то результат а это лишним не будет будем заканчивать данное видео с позициями для лт многострадальной картой эрленберг которая при переводе в hd совершенно поменяется но еще на основном клиенте мы не видим никаких hd карт поэтому я обязан эти позиции вам показать с каждого респа есть куст который при занятии очень хорошо светит вражескую сторону не дает атаковать вашу базу дает вам возможность очень много насвечивать и крайне тяжело подсветить этот куст нужно буквально чуть ли не лицом в речку прыгнуть чтобы подсветить куст причем он здесь не один для каждой базы есть свой куст для нижней базы в первом моменте я показываю какой куст нужно занимать возле разрушаемой будки становитесь и чтобы вас засветить нужно подъехать чуть ли не впритык то же самое и для верхней базы становитесь возле заборчиков кустик и вас можно засветить только впритык при этом при всем вы светите на другую сторону речки что позволяет что позволяет вашим союзникам стрелять и сохранять свои очки прочности поскольку здесь очень часто союзники подъезжают к реке и умирают ну или просто бой в котором все стоит и ничего не происходит а так если вы играете на и вот этого вам будет чем заняться встать в куст и смотреть как все вокруг умирают в этом видео я показал вам почти сто процентов всех кустов которые я знаю которые я хотя бы иногда занимаю некоторые из них я очень часто занимаю все зависит от боя от ситуации и от танка на котором я играю я надеюсь хоть чем-то я вам помог и хотя бы некоторые из позиций вам понравятся вы будете их использовать в нужных ситуациях и они вам принесут хорошие результаты в боях я очень сильно старался над этим видосиком поэтому надеюсь вы оцените лайком репостом также рекомендую сохранить это видео себе в закладке чтобы при необходимости вспомнить какие-то кусты или позиции или при выполнении лбз на лт вы сразу могли вспомнить где чего находится с вами был варчик играть красиво пока